Добрый день дорогие друзья! Наконец-то мы дошли до этого сорта. Вот он у нас в конце полосы растет. Называется Пиндерби. Сорт очень красивый, обильный, цветет изумительно. Ну конечно мы сейчас уже сюда пришли, у нас жарко и уже несколько дней он цветет, немножко разрыхлился, уже не будет той картинки, как бы сказать. Но все равно даже если учитывая, что он уже пошел на закат цветения, все равно этот цвет, этот сорт изумительный. Я за ним гонялась несколько лет, все пыталась купить и никак не могла купить. Но сейчас у нас его не сильно много. Вот это у нас вот тут немножко небольшие кустики. Ну я так думаю, что мы его скоро разрастим в достаточном количестве. Сорт не сильно высокий на этом. Куст не сильно высокий, если его сажать отдельно. Если его сажать вместе как-то, ну в один прошлом году, позапрошлом году, он рос в среде, то он тянулся, тянулся. А здесь, если он растет на просторе, ему места хватает, он верхний тянется. И вот довольно-таки большие свои цветы, он вечно и полегли. Вот я уже смотрю, нет, не полегли нормально. Хотя я говорила уже, что дождик у нас приловчился идти по ночам последние несколько дней. И несмотря ни на это, на то, что они намокали и из-за своей густоты они набирали много воды, они устояли нормально все. Стебли вроде бы не сильно такие, чтобы толстые, но крепкие. Сорт очень сиренево-розовый, вот здесь крайние лепестки крупные. А вот это весь шарик центральный, очень такие лепестки мелкие, но довольно длинные такие. И за счет этого получается высокий шар. И высокий шарик обычно японского вида цветы, вот он, можно было сказать, когда она начинает открываться, что это анимановидный цветок. Но нет, он махровый. За счет того, что центральные лепестки у него длинные и получается вот этот шар. И его отнесли к махровому и, в принципе, это заслуженно. Почему? Потому что вот эти длинные лепестки образуют как бы шар. И вот оно тебе и махровое. Ну, мне очень нравится. А кто селекционер? Ну, Клем. Тоже Клем? Да. И все, кто видит этот цветок, всем он нравится. И я понимаю, почему он нравится. Но у меня не было таких цветов, что прямо люди говорили, что вот мне нравится. Ну, этот особенно. А я вот смотрю, у вас очень много, фамилия Клем очень часто проскальзывает. Это, ну, если можно, ну, хотя бы пару слов о этом гибридизаторе. Кто, что. Потому что мы вроде бы говорили, но, может быть, не в каждом ролике. Но хотелось бы услышать и мне. Я думаю, что будет очень интересно цветоводам. Да, я уже рассказывала, но расскажу еще разочек. Клем – это американский гибридизатор. И это семейство Клем. Они уже несколько поколений занимаются цветами, растениями. И в том числе и пионами. У них не только пионы. У них и такие кустарники, у них и лилейники, и пионы. Но основной их, как бы, упор и основная линия – это пионы. Пионы. Клем – это, в переводе я поняла на русский, это значит «воробей». Клем. Как у нас «воробьев» был бы. Так вот «воробьев» получается у них с американского. И у них и сайт переводится как «песня воробья». Как раз только только на даме пролетел «воробей» и пел песню. Значит, это, наверное, он пролетал. «Песня воробья». Ну, вот «песня воробья» очень успешная, потому что у них очень много сортов. Они плотно и успешно занимаются пионами, наряду с многими американскими гибридизаторами. И в последнее время их сортов очень, так бы, много. У него есть и низкие сорта, и высокие, и средние. Он, если взял линию, он какой-то добивается высоких красивых сортов. Есть вот такие вот невысокие. Но мне нравятся и высокие, и невысокие. Они, смотря, где посадишь. То высокий сорт на заднем плане, если посадишь, все. Ох, какой высоченный. Низенький, он как-то компактный. А если цветки большие, вообще кажется, что листьев нету, одни цветки. Ну, вот бывает на… Вообще-то, в основном, один цветок на цветоносе. Но я смотрю, иногда проскакивает. Вот у нас был бутончик на этом. А вообще-то один цветок на цветоносе. Видишь? Побочных нет. Один тут, кажется, был. Пытался быть. Ну, вот такой вот сорт отличный. Ясно. Огромное спасибо за рассказ. Огромное спасибо за цветы. Огромное спасибо, что вы делаете такую интересную и нужную работу. Так, кажется, как будто бы… Ну, что здесь? Ну, несерьезно вроде бы цветы. А на самом деле красота спасет мир. И мы благодарны вам за ваш вклад в мир всего человечества. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. Ну, а мы полетели опять на следующий куст. Ну, и мы тоже. Нам хочется также видеть свои новые сорта. И мы будем стараться. Вот я сейчас опыляю. Стараемся. И со временем покажем вам наши сорта. Я думаю, они будут также хороши. Отлично. Все, полетели. Полетели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...